Изменится ли климат в России? Новая волна полиомелита. Как проверить лекарственные препараты? Студенческая весна КФУ. Мы тебя ждали. Всем привет, в эфире Универ Ньюс, а в студии Илья Андреев. Объявлены стипендианты правительства России по приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики на второй семестр 2022-2023 учебного года. Среди них 39 студентов КФУ. Им назначены специальные выплаты в размере 5000 рублей в месяц с 1 февраля по 31 августа 2023 года. Конгресс США и Белый дом приняли пятилетний план по климатическим интервенциям, который предусматривает создание оборудования для управления климатом, климатического оружия. Насколько это реализуемо и чем грозит, расскажет наш корреспондент. Белый дом заявил, что Соединенные Штаты разрабатывают пятилетний план по созданию технологии управления климата для борьбы с доминированием России в сельском хозяйстве. По информации СМИ, главной целью программы является создание научной основы, управление солнечной радиацией и других быстрых вмешательств в контексте краткосрочных климатических рисков. Иногда задают вопрос, а может быть здесь виновата созданная той или иной страной климатическое оружие, то есть только стоит засуха на длинный период, и страна может потерять урожай. Воднение, например, град или термейт-дождь. На самом деле, это настоящий момент маловероятно. Почему? Потому что атмосферные процессы, они очень большую энергетику, и чтобы повлиять на них, нужно действительно создавать какие-то сильные энергетические воздействия. Ученые поясняют, что искусственные воздействия на климат практикуются уже давно в разных странах. В Москве на праздники часто отправляются самолеты лаборатории, благодаря которым специалисты оценивают ситуацию и могут выбросом цемента разрушить кучевые облака. Но в отличие от воздействия климатического оружия, такое количество порошка не может привести к загрязнению окружающей среды. Когда проходят парады в Москве, используют воздействия, то есть разгоняют облачность, специально с помощью самолетов разбрасывают там ингредиенты в облаках, и они могут рассеиваться. И тем самым появляется солнце, погода улучшается. Вот такие локальные воздействия, они практикуются. Несмотря на то, что климатическое оружие звучит довольно безобидно, управлять им все же невозможно. Оно нацелено на изменение климата в том или ином районе с целью спровоцировать там природные катаклизмы, что может привести к катастрофам. К тому же на сегодняшний день нет гарантий, что его применение не обернется против атакующего. Дарья Степанова, Карина Саяхова, Универньюз. Самую страшную инфекцию полиомелита снова находят в России. Можно ли уберечь себя? Казалось, вот давно забытые болезни. Расскажем в сюжете нашей новостной службы. Полиомелит когда-то был одной из самых пугающих болезней в мире. Страдали от него в основном дети, а самыми страшными последствиями инфекции была смерть или необратимый паралич. Последняя крупная вспышка полиомелита в России была зафиксирована в 1996 году в Чеченской Республике. В то время из-за войны о прививках практически забыли. Это и стало причиной распространения инфекции. К 2017 году болезнь была практически побеждена благодаря вакцинации. Тогда, по официальным данным, заболели всего 22 человека в трех государствах. Но почему же спустя столько лет болезнь снова вернулась? Это локальные вспышки в определенных регионах нашей страны. Связано это с тем, что в этих регионах традиционно мало прививают детей от полиомелита. В тех регионах, где прививают как положено, таких вспышек не наблюдается. Теперь болезнь неожиданно вернулась. Возможная вспышка полиомелита в России связана с отказом от вакцинации. В одном только Дагестане за последние шесть лет количество непривитых детей увеличилось в пять раз. По официальным данным, за 2022 год в Дагестане зарегистрировано 44 случая с подозрением на острый вялый паралич. Все заболевшие – дети от трех месяцев до 11 лет. Отметим, что в 90% случаев полиомелит протекает бессимптомно. И в каждом десятом случае дает клиническую картину неврологического поражения у детей. Большинство людей либо вакцинировано от полиомелита в развитых странах, либо заболевает и переболевает этой болезнью в детском возрасте. То есть сложно себе представить ситуацию, что в обществе, где полиомелит распространяется и переходит этот человек, у человека взрослого состояния дожил, не переболев этой болезнью. Это в основном выражается в комплексе кишечных симптомов, то есть это в первую очередь кишечная инфекция. Но некоторый процент таких инфекций проходит с развитием вялого паралича. И этим, собственно говоря, полиомелит опасен. Полиомелит существует с человечеством тысячи лет. Это опасное для жизни инфекционное заболевание желудочно-кишечного тракта, которое вызывает поражение нервной системы. Иногда сопровождается лихорадкой, головной болью, болью в мышцах и в горле. Чаще всего распространяется через загрязненные руки, пищу и воду. Иногда передается воздушно-капельным и воздушно-пылевым путями. Основной способ профилактики полиомелита – это вакцинация. Именно она позволит сформировать иммунитет к полиовирусу. Юлия Салеева, Аделина Абдрахманова, Фарид Сахитаглы, Универньюз. Ученые Инженерного института Казанского федерального университета изобрели установку получения отечественного сорбента для качественного и количественного анализа лекарств. Как это работает, узнавала моя коллега. Ученые Инженерного института Казанского федерального реализуют проект, в рамках которого можно определить подлинность наличия посторонних примесей и однородность дозирования различных лекарственных препаратов. Основным элементом является хроматографическая колонка, представляющая собой трубу, заполненная стационарной фазой сорбентом. Он представлен в виде мелкодисперсного порошка или пористой монолитной структуры. На данный момент в России нет аналогов отечественных производителей хроматографических колонок, в том числе и по причине отсутствия отечественных разработок по сорбенту. Мы исследования проводили по получению сорбентов различные структуры для различных материалов. Затем, когда увидели возможность получения хроматографии, подготовили заявку на госзадание и создали молодежную лабораторию, которая занимается разработкой и доведением именно уже для досидейного производства данного сорбента. Это нужно, конечно, в большей степени для лекарственных препаратов, что прежде чем их выпускать, надо всегда состав смотреть и так далее. В этом плане мы работаем и с нашими другими структурными подразделениями, которые заинтересованы в создании данной колонки. По словам директора Инженерного института и одного из авторов проекта, хроматографическая колонка – расходный материал. Он применим практически везде – в химических исследованиях, в фармацевтической промышленности и других. Она позволит получать более точные данные. Установка для реализации указанного способа состоит из устройства для механического измельчения, конвейерной ленты, генератора высокочастотного индукционного разряда, насоса и распылителя. Сейчас патент есть, спокойно мы можем уже производство внедрять и передавать на другие предприятия. На подготовке еще два патента. Мы тоже готовим уже как конструкцию, как это получать серийно, и, соответственно, анализ, ну, саму даже технологию получения оксида кремния, который нужен. Научные исследования проведены в научно-исследовательской лаборатории, созданной в Казанском федеральном университете в 2022 году в рамках национального проекта «Наука университеты». Отметим, что разработчики получили патент всего за два месяца. Это говорит о важности разработки. Дарья Деменкова, Карина Саяхова, Фаридзахи Таглы, Универньюз. И вновь стартовал ежегодный фестиваль «Студенческая весна». В первый день были представлены программы от двух институтов. Института социально-философских наук и массовых коммуникаций и Института дизайна и пространственных искусств. О том, как все прошло, Николай Асуховский расскажет. «Студенческая весна» Просто невероятного масштаба фестиваль. Наверное, тот самый фестиваль, который ждет каждый студент. Очень радует, что у каждого института какое-то свое настроение, свои студенты, какие-то свои фишки. И они их из года в год передают по следующим поколениям. И получаются потрясающие студенческие весны. Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций каждый год удивляет необычными и запоминающимися номерами. Но, что точно запомнилось всем, так это театральная постановка института. Так, в этом году ребята предложили детективную игру, в которой могли поучаствовать все желающие. Каждому хотелось узнать, кто же в итоге окажется убийцей. Интересный замысел был оценен участниками и зрителями. На самом деле, из специально-философских наук и массовых коммуникаций запомнился каждому из зрителей, члену жюри и оргкомитету. Потому что у них была потрясающая театрализованная постановка, куда были вплетены номера, потрясающая актерская игра, потрясающий сценарий. Институт дизайна и пространственных искусств впервые выступает на студенческой весне, но смог удивить и порадовать всех своими яркими и душевными номерами. Танцевальные номера представляли собой прекрасное сочетание музыки, декораций и ярких нарядов. Также коллектив Института дизайна смог удивить всех театральной постановкой. Канва представляла собой историю о девочке Лире, которая благодаря упорству и поддержке других смогла поверить в правильность своего выбора. На студенческой весне я считаю, что это был отличный дебют. Они показали моду, продемонстрировали то, чем занимаются у себя на институте. У них были интересные декорации, они попробовали разные направления, и это очень радует. Студенческая весна продлится до 23 марта. Культурно-спортивный комплекс «Уникс» приглашает всех желающих в 17.30 поболеть за свои институты. Билеты можно приобрести в студенческом клубе или у культурных организаторов института. Николай Асуховский, Адалина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Универ Ньюс. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадеев возглавил организационный комитет международного форума «Казан Диджитал Уик-2023». В этом году наш телеканал будет информационным партнером мероприятия, расскажет обо всех ключевых событиях форума. А на этом пока все. В студии был Илья Андреев. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok